Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Для российских патриотов подготовили новое развлечение. Сетевой маркетинг по-российски. Если другими словами, то сдай друга в военкомат и получи 100 тысяч рублей. Почему такое отношение к нам? Мы добровольно подписали эти контракты. Первыми подобный денежный стимул для контрактной службы в армии внедрили в республике Татарстан. В начале июля жителям пообещали выплатить по 100 тысяч рублей каждому, кто уговорит товарища подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на войну. Однако вот что происходит после попадания на ту самую так называемую СВУ. 11 мая мы подписали контракт с Минобороны. При подписании контракта нам проинформировали, что мы будем стоять на вторых и на третьих линиях на постах по прибытию на передок. Мы поняли, что нас обманули. Изначально сумма вознаграждения составляла лишь 50 тысяч рублей. Однако ставки растут. За сдачу друга на верную смерть можно обогатиться на 100 тысяч рублей. То есть на 1150 долларов. Весьма неплохой заработок для российского обитателя. К слову, весьма занимательная статистика. За неполные 6 месяцев этого года Татарстан показал на 18% больше потерь в войне, чем суммарно за 22-й и 23-й год. Де-факто Татарстан является одним из главных бенефициаров войны. Сейчас же республика стала четвертым регионом после Краснодара, Башкирии и Свердловской области, который по подсчетам показал более 2000 убитых. В среднем Татарстан показывает 50 убитых в неделю. Без еды, без воды, без каких-либо условий для проживания мы выходим на различные штурманы, на различные задачи, которые поставляют нам люди, которых мы ни разу не видели. И тут нас на убой. Из 110 человек нашей роты осталось менее 25 человек. И каждый днем наши ребята приезжают трехсотыми. Двухсотые остаются там. Трехсотые – это в лучшем случае. Однако не Татарстаном единым глава Ярославской области Михаил Евраев 16 июля объявил о такой же инициативе, которая предлагает те же 100 тысяч рублей каждому человеку, который приведет своего друга в военкомат, если тот подпишет контракт с Министерством убийств Российской Федерации на прохождение военной службы. При этом, кажется, участники этой акции довольны не совсем. Мы добровольно подписали эти контракты, участвовать в СВО, искоренить этот фашизм. А в итоге фашизм, он среди нас и пытается искоренить нас любыми путями. Впрочем, не все так однозначно. Некоторые засомневались в практичности данной маркетинговой стратегии. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что этот новый механизм призыва является рискованным и что россияне могут злоупотреблять этой системой. Синельщиков также призвал закрепить этот механизм в российском законодательстве и выразил обеспокоенность относительно того, смогут ли субъекты федерации обеспечить финансирование подобных инициатив. Относительно условий, то они, в свою очередь, предельно просты. Доступна подобная акция каждому желающему, кроме осужденных, подследственных и кандидатов, ушедших в добровольческие отряды. Перечень необходимых документов также небольшой. Нужен лишь паспорт, идентификационный код, СНИЛС и банковские реквизиты приглашающего. Впрочем, очевидно, российская армия прибегает к любым методам призыва своих граждан, ведь потери личного состава велики, а планы кровавого диктатора все больше. По обещанию командира роты, что нам будут везти продовольствие, еду, воду, будем раз в две недели отдыхать в тыловых лагерях, все эти обещания, это было все пустышка. Я боюсь за свою жизнь, не от того, что я пришел выполнять серьезное дело, так же, как вот ребята, а от того, что, когда мы выполняем задания, по нам же, наша же арта работает, минометы, нас хотят искоренить, любым путем обнулить. Продолжение следует...